Вы слышали, я была членом участковой избирательной 167, вот как вы, с решающим голосом причем. Меня удали из избирательного участка в 8 часов 30 минут. Основание, забыла решение принести, хотела принести. Утром? Да, в 8.30 утра, потому что мне в субботу, когда мы записывали бюджет, мне все время говорили, уходи отсюда, уходи отсюда. Вот, и в общем-то, получилось так, что мне основательно написали обознание на 40 минут от начала, я пришла около 8-го. У меня старший выбор в 20 лет. И в общем-то, в пятницу говорю, берите карандашные записи из списков, мне сказали, председатель комиссии сказал, да, значит, не оставляй. Я позвонила в территориальную избирательную комиссию, мне сказали, ой, это что-то, наверное, председатель не правильно понял, мы ему сейчас все это объясним. В общем-то, в субботу меня выгоняли, в отверстие в день выборов меня удалили в полу 9-го. Причем, когда председатель позвонил в территориальную избирательную, сказал, я удаляю Марченко, там даже не спросили причину, основание, вообще ничего не спросили. Стоси, да, хорошо, положили трубку, это все проходило при мне. Когда разносили пригласительный от губернатора, это тоже от меня прятали. Мне вообще предлагали не выходить на дежурство в субботу по графику. Сказали, может, вы не придете, мы это. То есть было решено уже изначально, что я в ЛГБПС выводят дискамнику. Официально, если милиция меня схватила за руки, я говорю, я с вами драться не буду, не надо меня хватать за руки. Дайте, я просто спокойно. Вот, меня спокойно вывели как-то так. Мне сказали, там, на территорию школы даже не захотят. Вот, бельки не лишались нарушения. На что я и говорила, у председателя прыгали руки. Я знала, что много считали так, да, если человек ничего не делает против высокого, у него не ходут прыгать руки, он сказал, вы меня, говорит, нервируйте, у меня прыгают руки из-за этого, из-за того, что я вот к нему так отношусь. Вот, как бы, я считаю, что мы победим, мы не должны быть, как бы, безразличными к тому, что у нас происходит в стране. Вот, я не хочу, чтобы наши дети были рабами, да, которые были сильны физически, это физкультура, ОБЖ, не сували руки в розетку, и история России, чтобы понимали, кому они принадлежат. Я не хочу, чтобы они были рабами, я хочу, чтобы они были умными, грамотными и образованными людьми.